И только-только пришел Александр Церпят в наш студии, тот самый, это именно он. Здравствуйте! Привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, рассказывайте о том, что происходит сейчас в вашей творческой жизни, зная, что работаете над новыми песнями, расскажите немножко. Да, конечно же, это, можно сказать, главное предназначение моего в жизни. И сочиняем новые песни, песенки, вот я бы сказал, потому что я в последнее время пишу исключительно для детей. И вот буквально на прошлой неделе написал новую песенку для ребенка, которой недавно исполнилось только 6 лет. Представляете, вот пришлось вот так и ночь вот в это состояние. Нет, просто хорошая. Для того, чтобы она исполняла. Чтобы она выступала, чтобы она участвовала в конкурсах. Ну, я надеюсь, чтобы эта песня потом получила признание, она бы звучала на волнах детского радио и была популярна среди вот тех, кто вот занимается этим творчеством. И слава Богу, что такое получается, потому что, ну, это радость. И радость, которая еще приносит удовольствие, понимаете. Ну, а с точки зрения меня как руководителя эстрадной детской студии, то это, конечно же, работа. Работа тяжелая, потому что работать с детьми такого возраста не так уж и просто. Но, слава Богу, пока получается. Это ваша самая младшая воспитанница? Ну, нет. У меня есть дети в студии, которым вообще 3-3,5 года. Ого! Это такое немножко более упрощенное понятие, потому что мы все-таки продюсерский центр, и у нас нет хора, у нас ансамбль. Поэтому, ну, или как это в былые времена была группа, да, там, вокально-инструментальный ансамбль, ну, неважно. В общем, это такое направление, жанр коллективного пения, но наши дети, они не просто поют, они еще при этом что-то там пританцовывают, вот. Немножко радости, о которой вы говорили, вы нам, наверное, принесли. Да, обязательно. Давайте. Да, гитара в руках будет, да. Да, гитара с собой. Песенка называется «Про медведя», «Про свешного медведя». Та самая для шестилетней девочки. Да, такой вот сюжет. Сейчас, секунду. Когда на сердце грусти, если что не так, зовем своих друзей и едем в зоопарк, то есть на что смотреть на зебру и слона. И как один медведь поет так ла-ла-ла-ла-ла, Нос лапы большие, улыбка все шире, Никак не фальшивит, не врет. А все поет дни и ночи напролет, Поет и ждет, если очень повезет, И ест, и пьет мед, орехи и компот, Знает больше всех на свете, Любят его дети, вот. Вот такой небольшой сюжет про «Веселого медведя». Песенка. Супер. Для шести лет, я думаю, это вполне себе. Вполне себе серьезно. После рекламы давайте вернемся и сейчас поем, и еще поговорим. Александр Церпятый у нас в гостях. Мы с ним сегодня поем. Прямо здесь, в студии. Вот у него гитара в руках. Знаю, что летом собираетесь на фестиваль международный ванапа. Называется «Творчество юных». Рассказывайте, что туда повезете, кто поедет. Ну, повезем мы целую обойму своих талантливых детей. И так уж получилось, что нас пригласили, мы с удовольствием отреагировали. Хотя конкурсов и фестивалей летом, особенно в районе какого-нибудь там Черного или Средиземного моря, проходит огромное количество. Но мы вот выбрали именно этот фестиваль, потому что там соберется авторитетное жюри. И сам город Анапа такая детская здравница. В принципе, все удобно, доступно. А что за жюри? Ну, вот, например, мой хороший друг и коллега, я его сейчас так называю, коллега и друг, Григорий Гладков, например. То есть человек, который когда-то, помните, написал песню про пластилиновую ворону. И этим, собственно говоря, прославился. Ну, и этим, собственно говоря, наверное, живет до сих пор. Ну, и еще там ряд авторитетных членов жюри, которые наши слушатели не знают, но узкие специалисты, которые занимаются детским творчеством, для них эти имена достаточно весомые. Ну, и нужно понимать, что это все-таки детский конкурс. И лето, море, солнце – это же в первую очередь отдых. Поэтому мы, конечно же, хотим достойно выступить. Ну, и тоже все время отдохнуть. Если у кого-то что-то там не получится, ну, ничего, зато положительные эмоции от природы, от воздуха, от солнца, от моря, они должны преобладать в данной ситуации. Много ребят повезете? У нас едет команда, человек 15-20. И у каждого свой номер? Да, обязательно. То есть мало того, что они все солисты, индивидуумы, они еще участвуют в общих номерах. Конечно же, будут исполняться мои песни. И, кстати говоря, я бы сейчас с удовольствием спел песню, которая написана на эту тему, она там будет обязательно звучать. И хотел еще сделать акцент, что эта песня была представлена впервые от города Новосибирска на финальном конкурсе национального проекта «Детское Евровидение». Она называется «Парус мечты». Конечно, давайте петь. И я сейчас вот немножко исполню фрагмент из этой песни. В синим море бескрайней прохлада, Ветер гонит судьбы корабли. Для мечтателей шторм и преградов Да, меня за собой позови. Безмятежностью радует море, Но пути непросты у судьбы. И на этом бескрайнем просторе Мне никак не прожить без любви. Корабли, острова, Изумрудный море, парус И навстречу мечте Он уносит даль меня Всем преградам пути. Я по жизни улыбаюсь, Ты надежда, светлый парус. Парус мой, любовь моя, Ты надежда, светлый парус. Парус мой, любовь моя. Ну вот такой сюжет. Да это мне, это фрагмент. Это фрагмент, да, потому что я не хочу искушать зрителя, вернее слушателя нашего. Должна быть остаться какая-то тайна. Мне интересно остаться тайна. Саша, твои воспитанники поют песню о Новосибирске? Конечно же, безусловно. Скоро же день города. Да, намечается юбилей. Я вот буквально сегодня видел себя на телеэкранах на канале ОТС. Был сюжет про нашу студию, про меня. И мы как раз вспоминали вот этот момент, как была написана песня 32 года назад. Песня «Мой город Новосибирск». И я ее называю «политической песней», потому что она была написана не просто так по зову души, а по заказу. То есть была установка мне, как студенту музыкального училища, сочинить песню и выступить на фестивале политической песни. Да, я вот написал эту песню «Мой город Новосибирск». Ехал в автобусе номер 36, который шел в течение часа от шлюза до центра города. Ну, тогда он останавливался на каждой остановке. А раньше, да, так ездили автобусы. И вот я вот рано-рано утром ехал, пока ехал за этот час, сочинил 4 куплета, 4 припева. В общем, ну, как бы сейчас это уже вообще так никто не делает. То есть столько много слов невозможно писать в песнях. Но тогда это было нормально. И мы исполнили его, вернее, ее на фестивале политической песни. Поэтому песня «Мой город Новосибирск» это самая настоящая политическая песня. Но в то же время она отвечает до сих пор всем, скажем так, запросам и понятиям, что такое песня о городе Новосибирске. Потому что ни одного слова мы не выбросили из песни. И она до сих пор актуальна. И в детском исполнении тоже звучит. И в том числе, да. Я бы не сказала, что она звучит как политическая, потому что похожа именно на то, как будто это было сделано по веянию души. Ну, по крайней мере, я бы за что не запрошу. Это же творчество в первую очередь. А вот, знаете, написать какую-нибудь политическую песню здесь тоже нужно вдохновение. Мало того, нужно еще попасть в тему и соблюсти, скажем так, законы жанра. И в то же время, чтобы это было и музыкальное произведение, но и чтобы был какой-то смысл. Чтобы люди подумали. Вот в песне о городе Новосибирске, моей, там же описывается не только, как вот хорошо в Сибири живется, там в Новосибирске, что море, солнце. Там, допустим, какие дороги у нас сложные. Когда там вырастут новые микрорайоны, дома, понимаете? Или в то же время актуальная проблема. Вот это вот углядели, вот они. Да, с утра встаешь, кофе пьешь, и на работу бежишь в детский садик. То есть вот такое событие в каждом куплете, оно актуально до сих пор. И я рад, что песня получила свое признание. Не специально. То есть как-то вот само собой все это пошло, пошло, пошло. Ну и вот до сих пор она живет. А к грядущему юбилею чем будете удивлять? Какие-то, может быть, новые творения? Вы знаете, нет, конечно, мы готовим новую программу с новыми песнями, но я вот уже несколько раз себя пытался поставить в такое состояние, что ну уже хватит, уже есть две или три песни про город Новосибирск, нужно что-то еще новенькое, свеженькое. Вы знаете, не получается. Вот тогда вот в 36-го, не хватает 36-го автобуса, понимаете, который там ходит целый час. Я пытался там искусственно себя ввести вот ввести вот в это состояние. На маршрутку, да, влезти. Да, вот понимаете, не идет. И все-таки в очередной раз побеждаешь, что кроме профессиональных навыков, все равно на первом месте... Кроме политического заказа. Да, все равно стоит вдохновение, а его уже нельзя вызвать, ну, никак искусственно. То есть оно вот или приходит, или не приходит. Может быть, еще что-нибудь. Ну, давайте как раз вот эту песенку, чтобы люди там налили. Я ее, кстати, пою всегда с величайшим удовольствием. Утро, вечер, закат, восход, и так день за днем и за годом год. Я здесь живу, я здесь каждому рад, здесь дома и мой детский сад. Здесь вознимаясь каждый день, поутру я кофе пью и на работу бегу. Сияет под радугой солнечный брызг мой горь. Новосибирск. Здесь поднимаясь каждый день, поутру я кофе пью и на работу бегу. Сияет под радугой солнечный брызг мой город. Новосибирск. И мы сразу пропустим два куплета, а вернемся в четвертый, вернее. Эх, Сибирь, красивый народ, здоровый, добрый, новые песни поет. Куда не подашься, там наверняка узнают сибиряка. Давно завяли Петербург и Москва, Нью-Йорк, Париж, Пекин. Всех манят сюда. Спроси у любого, куда подались, ответят им Новосибирск. Давно завяли Петербург и Москва, Нью-Йорк, Париж, Пекин. Всех манят сюда. Спроси у любого, куда подались, ответят Новосибирск. Ва-да-да-да-па-бай, Па-да-па-па-па-па-па-па-пай, Ва-да-па-да-да-да-па-да, Ту-ди-п-ди-п-ди-п-ди-п-ди-п-ди-п-ди-п-ди-п-ди-п, В Новосиб. Даже нам, Саше, удалось немножко уподобывать. Да, по-умчаствовать. Моя песенка детства очень. Мне, кстати, приятно, что вы хотя бы какие-то фрагменты слов знаете, то есть все-таки вас тоже, наверное, зацепило. Конечно, да. Мы ее вайгрючили. Я, кстати, знаю людей, у которых благодаря этой песне происходили такие судьбоносные фрагменты. Например, один человек сказал, что я познакомился со своей будущей женой, когда мы пели эту песню. И вот она для нас теперь является главным лейтмотивом нашей супружеской жизни. Представляете? Александр, мы вам желаем дальнейших творческих успехов, развиваться еще больше. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Человек профессионал своего дела. Уже много лет мы все его знаем. Мы все радуемся, когда он приходит к нам в студию. Саша. И после фестиваля обязательно к нам в гости? Конечно, обязательно. Но я приду 100% не один со своими воспитанниками. Желаем вам взять там все лавры. Конечно, да. И достойно представлять город Новосибирск в честь его юбилейного события. И Новосибирскую область. И Новосибирскую область. Обязательно. Спасибо. Александр Церпятому за каждую у нас костюм. Спасибо. И мы тоже всем говорим спасибо слушателям за внимание. Прощаемся до понедельника. В студии Радио 54 для вас работали Толоваева Настя. Александр Часовитин. Виолетта. Будьте здоровы. Живите интересно, богато. Всем позитивных и добрых выходных. Пока-пока.